Время обеденное. В регионе дымят костры. Сегодня в меню каша с тушенкой и борщ. В 22-м отряде старший по кухне Мехитар Трумян. Будущий предприниматель из белой глины с недавних пор активно интересуется кулинарией. В самом восточном районе края намерен организовать пиццу с доставкой на дом. Первоначальный взнос на этот бизнес будет мал, но он может окупиться за три месяца и уже приносить большие доходы. Я уже договорился со скутеристами, с поварами. Нынешняя смена молодежного лагеря «Регион 93» необычная. Для тех, кому не больше 30 и у кого есть отличные бизнес-идеи, два месяца назад во всех районах края организовали конкурс. 400 самых предприимчивых получили право бесплатно обучаться и пройти мастер-классы у лучших преподавателей ведущих кубанских вузов. На рынок рекламы, допустим, очень сложно выйти в Краснодаре. Очень много компаний разных, которые составят тебе конкуренцию и просто дадут тебе выйти на рынок, у тебя не будет заказов. И чтобы выйти, надо какое-то УТП, уникальное торговое предложение. И это, по моему мнению, должна быть реклама на небе. То есть с помощью прожекторов делать рекламу на облаках. Грамотные инвестиции, интересная реклама, менеджмент, маркетинг от кандидатов наук и бизнес-тренеров и даже министров. В последний день смены очередь дошла и до губернатора. Это первый подобный образовательный курс в регионе 93. Тренинги и семинары здесь сочетаются с активным отдыхом на свежем воздухе. Первым делом Александр Ткачев зашел в большой шатер. Главная аудитория лагеря. Мы говорим о составляющих успешности. Мы говорим о том, что человек успешный. Он говорит об этом, но сам еще не успешный. Сколько заработал сам? Вообще за всю свою жизнь? Наверное. Мне хватает для того, чтобы быть счастливым. Хитрый. Особый упор организаторы смены сделали на изучение английского языка. Здесь проходит лекция английский язык, что очень актуально для нашей Олимпиады в Сочи. Как у них английский? Так-так, да? Да-да-да. Так себе, в общем-то. Работаем. В гостях в 93-м регионе уже побывали главы 18 районов края. Быть услышанными теми, кто сегодня у власти, не менее важно, чем мастер-классы. Пример успешного, реализованного бизнес-плана сочинских предпринимателей «Спирограф». Детская игра развивающая у нас «Спирограф». Она помогает деткам развиваться лучше. Мы берем любой диск, вставляем в окружность линеечки, вращаем по окружности. У ребеночка работает кисть руки. В дальнейшем это положительно, на почерк повлияет. Есть у вас спрос на вашу продукцию? Есть, да, спрос есть. Поможешь я куплю для дочки, хорошо? Да. Колизей в регионе 93 место особое. Здесь обсуждают, как прошел день и встречают гостей. На этот раз у костра были только деловые разговоры. Молодые предприниматели обсуждали свои проекты с когда-то тоже молодым и неопытным предпринимателем. Правда, уже бывшим бизнесменом, а теперь политиком. Александру Ткачеву еще и 30-ти не было, когда он организовал свое первое предприятие. Идея «Мехитара» обеспечить Белоглинский район горячей пеции показалась аппетентной. Глава региона даже пообещал сделать заказ. В свое время наличие в районном центре и вообще в районе, да, Белоглина, Выселкино, Покровка, там, где угодно, Кореновск, Динская, кроме Краснодара, наличие такси, я считал, что никогда в жизни, ну как, в нашей провинции может быть такси. Ну, это же нереально. Не было. И поэтому, конечно, это услуга здоровская. Конечно, это приближает, это люди, как, набрал пять цифр, да, и вот через 20 минут у тебя уже есть чем покормить твоих гостей, друзей и самого себя. Это хорошая услуга, это хороший маневр в бизнесе. И это ниша, которая пуста. Когда-нибудь давайте позвоним и ему, и он нам привезет, да, телефончик оставь нам. Первые шаги в бизнесе делают непросто. Александр Ткачев вспоминает, как до прихода в политик устроил свой бизнес. Говорит, действовал все больше по интуиции, набивал шишки. И все получилось. Главное – иметь желание. Руководить даже 50 человеками – это тоже большая ответственность. Ты прекрасно понимаешь, что это не просто 50 человек. Это умножить на три – это 150 еще членов семьи. А значит, их состояние, их настоящее, будущее зависит от того, какие ты принимаешь решения. У вас впереди вся дорога. И вы делаете первые шаги, пробные. Очень важно, чтобы эта ответственность, это качество, на мой взгляд, очень важное и главное у любого уровня предпринимателя, с любыми доходами, оно существовало. Я сам, в общем-то, начинал свой жизненный путь именно с предпринимательства. Не поверите, но я создавал коллектив, у меня было 10-150 человек. Начинал с этого. Пожалуй, самый уникальный проект «Рекламу на небе» тоже обсуждали всем колизеям. Очень креативная идея. Давайте попробуем. Мне интересно. А если оболков нет? А тогда да. Ну, минусы всегда есть, да. Не замахивается на небеса Сергей Караченцев. У него более земные бизнес-идеи, ориентированные на местные условия. Тепличный бизнес. Это закрытый грунт и выращивание плодов, независимо от погодных условий, скажем так. Ты сейчас находишься в тренде. Производство овощей – это наш приоритет. Это будущее. А турецкие предприниматели уже последние 20 лет кормят не только Кубань, но и всю страну. Тысячи лиц. Вот пленка обычная. И вот турецкие крестьяне занимаются производством, потом сдают на крупные центры, перерабатывающие, обрабатывающие, которые формируют эти заказы и дальше по всему миру распространяют. Так же делает Италия, так же делает Ирландия. Так вот, чтобы это сделать выгодным, мы как раз сосредоточились на том, чтобы создать эти центры. Вот создание таких центров, закупочных, перерабатывающих, с ровными холодильниками, с очисткой этой продукции, с сортировкой, с упаковкой, но по гарантированным ценам скупающих у крестьян. Вот эта система, эта логистика и будет работать. Принесить доходы и крестьянам, и, конечно, всему краю. Вот вы на правильном пути. Когда приехали сюда, у всех направления еще в очень сыром состоянии. И нам, как бы, преподаватели очень помогли доработать все это, поставить нас на более правильный путь. И у нас есть, у каждого из нас, есть возможность, как бы, получить грант в размере, ну, начальной, как, в размере 50 тысяч. Поэтому я очень благодарен форуму. И желаю всем удачи. Лучшие проекты, представленные в регионе, премьируют в размере 50 тысяч рублей. Сумма достаточная для создания серьезного бизнес-плана. Мир меняет. Делает его лучше. Создает новое производство. Инновационные идеи. Это, конечно, кретивные люди. Талантливые, смелые, рискующие люди. Я считаю, вы делаете большую политическую задачу. Государственное дело. Вы создали новые предприятия, а значит, вы создали новые рабочие места. Вы платите налоги. И не даром. Вот такая деловая активность, которая в райе, она и, она сегодня дает хороший результат. В каком плане? У нас одна из самых низких в стране безработиц. Кубань сегодня делает большую ставку на воспитание молодых, креативных и предприимчивых. И молодежный лагерь «Регион-93» – важное звено в этой цепочке. Ведь за теми, кто верит в успех – будущее. Очень многое зависит от нас. И начиная от губернатора, когда я сегодня ищу, пристально наблюдаю за людьми, изучаю, смотрю документы, личные дела. Кто бы мог действительно прийти в край, кто бы мог возглавить ту или иную отрасль, направление, министерство и прибавить. И лучше сделать эту работу. Потому что очень многое зависит от людей. В рабочем портфолио Александра Ткачёву появится еще одна фотография. «Регион-93» – смена 2013 года. Мы команда! Яна Москаленко, Евгений Вольский, Сергей Плотников, Денис Москаленко. Северский район, 9 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова